Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вашему вниманию предлагаю доклад о стеклянном моделировании щелочного натрия, атоматмосфатного стекла в присутствии бентонита. Также моделируют щелочные бандиевые коллеги, сплотные керамики. Хотелось бы показать, что благосрочное хранение является ключевой стадией управления радиоактивными отходами. Причем, принятая стратегия подразумевает, что накопленные, остеклованные, среднеактивные и высокоактивные, либо бентонитованные радиоактивные отходы будут помещаться в глубокие геологические формации на глубины сотни метров. При этом в Российской Федерации промышленное оттверждение высокоактивных отходов в натрию алюминиевую фосфатную матрицу началось еще в 1987 году. Накопленные тысячи тонн радиоактивных стекла в настоящий момент хранятся на площадках ГУБ-ГО-Радон. При этом, сам материал бентонит рассматривается как один из наиболеки спективных материалов инженерно-болево-безопасно, сочетаясь в прекрасные гидроизолирующие и санкционные свойства. А недавно разработанная магниокалифосфатная керамика обладает весьма перспективными свойствами. В связи с комплексом этих печей, разработка модель выщелачивания данных материалов является весьма опорной. И в рамках нашего исследования мы также ставили задачу исследования влияния бентонита на процесс выщелачивания и создания модели этого процесса. На данном слайде можно видеть, что предлагаемая конструкция изолирующего контейнера, которая использует помещение альмофосфатной матрицы. Альмофосфатная матрица в контейнерозолирующей бентонит наполняет защитные свойства. И вот весьма интересное влияние происходящих процессов находится матрица и бентонит. Укажем, что экспериментальные исследования по синтезу альмофосфатных стекол с имитаторами радиоактивных отходов и выщелачивания исследований по экспериментальным либературам человека, проводясь к Саветину Ильичу Мартыновым в исследовании физической химии и электрохимии. В своем мы использовали следующий алгоритм создания модели. На первой стадии создавалась модель, удовлетворяющая наблюдаемого тренда и происходящим променением процессов модели. И уже на второй стадии осуществлялась параметризация модели. Как важна концептуальная модель? Существующая матрица в контейнерозолирующая бентонит. В процессе выщелачивания компоненты матрицы конкурентно переходили в раствор согласно составу матрицы. После этого осуществлялся пересчет происходящих процессов с учетом реальных процессов. Сорции на поверхности бентонита, а также строение минеральных фаз бентонита и образование вторичных фаз с компонентами стекломатрицы и компонентами выходящих в раствор. В процессе выщелачивания алюминия, 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 продукция, водителей, алюминия, 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 алюминия и кальцием из карбоната, содержащихся в раствору матрицаните. Не будем углубляться в параметры экспериментальных исследований. У нас так объяснено, что сам бентонит соответствовал местам 50-х утра, хаббатский бентонит, и содержал в себе и кольцы. В модели мы применяем модель водного обмена. В модели стояла 60 мг в аренду 100 г бентонита. В качестве модели в настоящий момент чисто химические модели выщелачивания алимофосфатных матриц не разработаны. Применяются в основном модели, основанные в большей репутатике на эмпирике. В модели применяем следующее широкое звездное уравнение, которое применяется в том числе для оценки стоимости поросли как хаббатит за рубежом. в котором скорость растворения зависит от контакта площади раствора, контакта скорости, параметра температурного параметра, описывающего пересеченность раствора по ведущей фазе. или контролирующих растворимость на римной линии растворимого компонента матрицы, определяющего растворимость самого растворимого матрицы. Также мы учитывали, вводили функцию торможения поверхности тепла, образующимися вторичными продуктами коррозии. В модели было 8 варьирующих параметров в качестве основных, определяющих растворимость стекломатрицы параметров не кинетически, а именно определяющих растворимость самой стекломатрицы, с которой определялось фосфатом алюминия. Мы в качестве вторичных, определились гипсид и сербатид. Мы применяли базу данных расчетов, чтобы менять базу расчетного кода фикс. И при параметризации вы изменяли значение растворимости этих фаз. Оно, как видно, отличалось от табличных значений. На самом деле табличные значения, как правильно, определяется в идеализированных условиях. У нас же в недеализированных условиях наблюдается зачастую значительное отличие растворимости минеральных фаз. На данном слайде можно увидеть результаты моделирования. Точечные данные – это экспериментальное наблюдение, а линия – это расчетное. Расчетное решение проводилось в статическом режиме, на протяжении чуть более чем 8 мм. Видно неплохое соответствие по параметрам считающих по основным прокомпонентам матрицы, таких как натрий, фосфор и ВН. фосфор. Также можно видеть на следующем рисунке в приведенной кривые образования вторичный факт гидроксиапатита и пиксита. Видно, что модель выходит на платах уже ориентировочно на 50-е, 60-е, 70-е сутки. У модели мы не учитывали образование данной модели, мы не учитывали образование фосфата магния, потому что при термограничном анализе расчеты не показывали образование данных фаз. Получили эти данные, модель в дальнейшем также делит ограничение контакта сорокционного массива с раствором, средствами блокирования поверхности вторичными фазами. Данная модель показала лучшую исходимость экспериментальными данными. На данном рисунке можно сравнить кривые модельные экспериментальные осуществления по натрию и фосфоразмонной матрицам матрицы и ППАЖ. На данном же рисунке можно увидеть любое побывание иона метр сорокционных центров в зависимости от времени. Таким образом, на основе рисунка данного моделирования следует прийти к выводу, что при моделировании выщелачивания стекол и других процессов происходящих в условиях глубинного захоронения следует учитывать переходы минеральных фаз из поля барьеров, а также параметры блокирования поверхности, а также учитывать параметры блокирования сорокционных центров. данная модель была затем применена на подход к моделированию, затем был применен к моделированию и выщелачивания новых перспективных матриц и их магниевокалифосфатная герамика. Однако мы применяли здесь уже подход не ручной калибровки, а совместной ручной калибровки и автоматической калибровки. На первой стадии создавалась модель удовлетворяющая наблюдаемым трендам и максимально учитывающий происходящий процесс. На второй стадии параметры модели определяется при помощи алгоритма оптимизации разработок. разработки. На третьей стадии уже осуществлялось ручное корректирование параметров разработанной модели. в качестве модели фосфатной керамики, в качестве ведущей фазы при моделировании расстояния магниевокосфатной керамики выбирался минерал струи, следующая формула. И в качестве конечных фаз после термотиномического анализа выбирались фасфат магния и гидроксид магния, которое затем было определено при анализе образцов и экспериментарная работа проводилась в институте геохимии. После исследования было определено, что в качестве вторичной фазы образовывался переклад и двуходный фасфат магния. Налогичный фазы применялся и здесь, в том числе для перехода из конгруэнтов, для реализации моделей инконгруэнтового расстояния из конгруэнтового. при исчелающем выходе сначала компоненты матриц согласно составу, после пересчета параметров системы образовалась вторичная минеральная фаза. Также в модели осуществлялся учет блокирования поверхностью, образующимися вторичными фазами и соответственно определяют параметры функции замены торможения. На данном слайде схематически представлена схема оптимизации моделей при помощи автокалиброванного параметра. На первой стадии определяется параметрическое пространство множество параметров моделей, в которые будут бегать поисковые агенты. В качестве поисковых агентов выбиралась алгоритм, под программой алгоритм, который соответствовал поведению птиц в стае. Этим занимается много эго в пленок Петр. На второй стадии, когда они перемешивают агентов в этой пространстве, получается набор новых точек. На третьей стадии точки отдают модель и на каждой из них делается запуск моделей. Получается привычка для каждой из точек. Всего принялся оценкой по 14 параметров, которые будут запускать на следующей стадии. И для каждой точки, соответствующей привычке выщитывается расстояние экспериментальной привычки. Видно, как постепенно экспериментальная привычка и модель сводит решение к этим привычкам. После моделирования осуществляется обычная корректировка параметров. В данной кабрице видно, как были корректированы параметры из властанных. И видно, что всего оценка осуществляет на провере 414 параметров. Все это указает, что данный подход мы применяем в институте, в том числе для описания, для моделирования ассортационных надорезий. А также, например, применены для в модели образования генерации углекислого газа метанита при нагревании. На данном слайде можно видеть, что модель из автомоделирования вот модель с автокалибруемой модель это модель после ручной корректировки в область вполне неплохими сходимостью с экспериментальными данными по магнию, радио и фосфору. И вот можно на данном слайде увидеть, что на каждой стадии выщелачивая, здесь смена воды, смена воды, смена воды, смена воды, выходит модель на платах в каждое период времени. Таким может быть и вывод, что были созданы модели генерации выщелачивают альмофосфатные матрицы в присутствии бетонина, а также магни-калифосфатные матрицы. Эти модели учитывают основные происходящие химические процессы такие как СОЦ, а также в случае натрия-менифосфатной матрицы. Модели обладают вполне неплохо сходимостью с экспериментальными данными. И также модели показывают необходимость в дальнейшем саженном параметрической обеспечении базно-модинамической данной. фактически ключевым параметром данных моделей было объявление термодинамических параметров растворимости этих фактов в идеальной системе. Можно сказать, что разводная модель может создаваться для оценок безопасности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вопросы? Ну, в данном слайде один из самых важных для такой фактов для самой главной конкретики было нарисовано при исходе АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё вот это Вы сказали, что на предыдущих декоративные реакции и это понимание А какие уравнения заложены декоративные реакции коэффициенты на ютк Стандартная модель наиболее употребимая модель его наводнина на параметры стандартные используя различные базовые данные АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В записи гецотомаса стандартный где натрий икс плюс икс ноль стандартная модель широко употребимая АПЛОДИСМЕНТЫ А эта модель не корректировалась И думаю она вполне неплохо описывает как правило все равновесия стандартная модель Спасибо Спасибо